Всем большой привет! Меня зовут Натали, и вы попали на канал креативного мейкап-артиста. Да, это я, и в соцсетях я подписана, перса, мюэй, а если быть точнее, то в Ниндзаграме и здесь на ютубе. У меня есть прекраснейший телеграм-канал Beauty Secta, там я делаю обзоры на косметику, пощу своих котиков, да, у меня два прекрасных котика, ну и в целом повествую о своей жизни. Переходите по ссылке, читайте, знакомьтесь, возможно, вам понравится, вам должно понравиться. Это такая небольшая лирика, мне нужно было напомнить о своих соцсетях, да, чтобы вы там подписались, ну или просто посмотрели, неважно. Сегодня я решила записать видео, посвященное моему дневному макияжу. Подумала, почему бы вместе с вами не накраситься. Но так как мои дневные макияжи немного отличаются от типикал дневного макияжа, то я решила сделать все-таки сегодня в более таких обычных оттенках, в коричневых оттенках, и для этого я выбрала палетку от Натали Диноны. Оно у меня немножечко поюзанное, вы можете заметить, но так как это очень классная палетка, в ней хорошо работающий черный, пигментированный, насыщенный цвет. Эту палетку мне подарила моя подписчица из Германии. Я очень сильно благодарю ее за это, спасибо большое. Я мечтала о палетке Наташа Динона. Но так как из России все нормальные бренды утикали, оттикали, отъехали, и сейчас можно, например, приобрести палетку от Наташи Динона, от Анастасии Баври Хиллс и так далее. Далее по списку за баснословные деньги покупать в три дорого, то я подумала, что это будет немножко непрактичная покупка. Но подписчица моя решила, что можно мне и подарить ее, за что я благодарю ее. И это не описать словами, как я рада вот такому подарку. Это классная палетка. Возможно, я вам тут отсниму сводчик, как выглядят рефилы. Ну, естественно, можно понять, какие чаще всего я юзаю цвета из этой палетки. Это обязательно коричневый, черный цвет. Мне нравится вот этот цвет. Это такой, в рефиле он кажется таким бежевым, да, как будто бы светло-коричневым. Но на деле он переносится, как будто бы рыжеватый какой-то оттенок. Я вам не вру. Ну что, я буду вам врать, что ли? Никогда еще не замечена, да, за враньем. Но тут все тоже зависит от того, какую подложку я использую. Ну, как раз-таки сегодня мы будем делать этой палеткой макияж. И немного я использую еще палеточкой от Астры. Вот такая у меня палетка. Ну, тоже поюзанная, да, тоже понятно, что мне она нравится. И, естественно, по рефилечку понятно, какой больше всего цвет Наталишка использует из этой палетки. Свои дневные макияжи я люблю делать на тинтах от Beauty Drugs. У меня вот такой тинт есть в коллекции. Это оттенок крем, он 0,5, ну, 0,5 оттенок, просто 0,5 оттенок. И я его наношу на подвижное веко. Он фиксируется, самофиксирующийся, поэтому, в принципе, можно с ним так поработать. Но я бы долго его не оставляла без фиксации каких-то сухих продуктов, сухих текстур, потому что все равно он как будто бы немного западает, вот всякие вот эти складочки. Пользуюсь этим только я, поэтому я нанесу прямо на подвижное веко, вот так себе немного тени. И распределю ее синтетической кисточкой. У меня кисть от Ольги Томиной, Анатомия, это синтетика, она хорошо работает с кремовыми текстурами. Посмотрите, да, вот он очень хорошо затинтовал и перекрыл все мои какие-то покраснения на подвижном веке. Ну, и в целом подзабил все складочки. Ну, лучше, конечно, глаз держать вот в таком положении, чтобы там ничего дальше не забилось. И в следующем, что я делаю, это я беру восковой карандашик от РАД. У меня он выглядит вот так, он в коричневом оттенке. И им я сейчас буду прорисовывать себе типа около стрелку, но как бы не стрелку. Смотрите, да, я вот так прорисовываю межресничку. Обязательно прокрашиваю межресничку, чтобы там не было у меня пустого места. Ну, если что, можно потом заполнить его каким-нибудь карандашиком или гелевой подводкой. То есть, смотрите, да, вот таким образом я наношу себе карандаш на глаза. Так как это восковой карандаш, можно немножко и поискать кисточку, которой я буду его растягивать. Почему я заранее не подготавливаю себе кисти? А, вот, ага, я плоской кисточкой подвытягиваю вот этот продукт. Если вы только начинаете заниматься макияжем, и вот для вас это что-то новое, то восковые продукты для вас это спасение в качестве подложек и в качестве работы в целом в макияже, потому что это не фиксирующиеся текстуры, не самофиксирующиеся. И их можно подольше порастягивать, например, да, в какую-то более плавную дымку. Не начинайте работу свою с гелевых текстур, потому что вы разочаруетесь в макияже, и дальше просто не будете заниматься этим, потому что где-то пятнышко получится, где-то еще что-то. Поэтому вот восковые текстуры вам спасение. Ну и в целом это удобненько, практичненько, но слишком много тоже не стоит наносить, и слишком плотно наносить восковые текстуры, особенно на подвижное веко, потому что они, как я уже говорила ранее, не фиксирующиеся. И есть вероятность того, что у вас с подвижного века макияж ползет. И вот после того, как я немного подтушевала вот это вот все действие, я перехожу на свою палеточку от Наташи Диноны, и набираю на эту же плоскую кисть вот этот коричневый оттенок. Его я хочу, точнее им я хочу, как раз-таки подбить вот этот вот коричневый цвет, очень таким плотненьким слоем, но совсем плотно. Я не выхожу на подвижное веко, потому что у меня все равно должно быть место для того, чтобы вытушивать это все в такую плавную дымку. Когда я приближаюсь уже к началу глаза, к внутреннему уголочку, я перехожу на острое основание кисточки для того, чтобы мои движения были более локальные, точечные и небольшие. И вот смотрите, после того, как я вот так поднабила цвет, криво-косо, ну как умеем, я перехожу на бочоночек, и вот набираю как раз-таки вот этот вот оттенок. Ой, я на него насетовала, да, что он оранжевым цветом каким-то, а сейчас он идеально коричневым ляжет, и мне скажут, Наташа обманула, обманула всех. И вот этим вот оттеночком я вот так начинаю этот коричневый втушевывать свою подложку. После того, как я бочоночком проработала вот этот коричневый цвет, я на большую растушевочную кисть набираю как раз-таки вот этот светлый оттенок, и сначала я им подпечатываю начало своего глазика. Здесь я очень люблю высветлять все это дело. Мне вот нравится светлый внутренний уголочек. Ну, это, если я не ошибаюсь, сейчас даже модно, да, в каких-то трендах он. Этим же цветом слегка закрепляю всю подложку, да, вот этот тинт, которым наносили. И этим же цветом я смягчаю границу своего коричневого цвета. Здесь же этим карандашиком я оформляю нижнее веко, и я стараюсь нижнее веко соединить, ну, точнее, не стараюсь, а я целенаправленно соединяю нижнее веко с верхним веко, и вот стараюсь максимально плотно забивать вот этот слезный канал. Ну, оттуда, если честно, на какой-то ветер попаду, слеза потечет, и карандаш вместе с ней потечет, скорее всего. Также кисточкой подвытяну, и тут ровно то же самое. Я наношу сначала темно-коричневый цвет, а затем подтушую светленькими цветами. Вот здесь как раз можно хорошо подтушевать вот этот слезный канал, точнее, подзабить его коричневым цветом. И вот смотрите, да, темным цветом я не дохожу дальше середины своего века. А я вот так его оставляю, и этого, в принципе, достаточно. Дальше маленьким бочоночком растушую коричневый цвет. На нижнем веке точно так же хочется высветлить начало нижнего века, поэтому я на маленькую кисточку, смотрите, да, какая прикольная растушевочная кисть для локальных проработок. Эта кисть у меня от Гева, и она очень мне нравится. Вот у меня в оттенке вот в таком салатовом, и где-то в черном там еще стоит. Люблю эти кисти, не могу. Не могу, люблю. И вот так же подсветляю начало своего нижнего века. Тут я даже не стесняюсь, и вот этот вот цвет вывожу на свой коричневый. Я могу даже вот так по границе всего этого отдела пройти, чтобы более мягче сделать переход из коричневого цвета в кожу. И вот так смотришь, да, как будто бы чего-то не хватает. Как будто бы не хватает глубины, да. Ну, конечно, не хватает глубины. И что мы делаем дальше? Мы на плоскую кисть, на ту же самую, которую вот я наносила, коричневый цвет. Набираю черный цвет из палетки такой же, той же Наташи Тиноны. И вот смотрите, я этим черным прорабатываю только межресничку, стараясь держаться максимально близко к своей межресничке. Немножко могу выйти на подвижное веко, но не злоупотребляю, да, пространством. На эту же кисть снова наберу коричневый, и слегка вот этот черный втушую в свой коричневый цвет. Вот здесь можно и даже нужно проработать слизистую черным цветом, верхнюю слизистую. Но я не особо люблю в дневных макияжах прорабатывать слизистую, так как у меня креативный макияж, и там очень много пигмента лежит в слизистой. Я в дневных макияжах стараюсь этого не делать. Но если вы не так часто краситесь, то можно на слизистую и положить. Но на нижнюю слизистую я положу светлый карандаш, такой беш у меня, он от Бернович, классный карандаш. Он держится на слизистой в течение всех суток, да, точнее, ну, в течение всего времени, с которым я хожу со своим макияжем. И я его наношу на нижнюю слизистую. Как оформить внутренний уголочек вот такой закругленный, я записала отдельно в шорты, вот в эти маленькие видео, там посмотрите, пожалуйста. Здесь мы с вами оформим губы. Моим одним из самых любимых способов, но это просто пушка. Использовать мы будем всего лишь два продукта. Это карандаш от Miss The Is в 702 оттенке. Ой, у меня такие пальцы грязные, они всегда такие, когда я крашусь. И помаду от Анастасии Воеводиной. Это палетка помад. И здесь представлено сразу несколько оттенков. По сводчам, да, и по состоянию палетки можно понять, какие цвета мне больше всего нравятся. И как раз-таки сегодня мы возьмем вот этот холодный оттенок из этой палетки. Но изначально я хочу контурочек забить как раз-таки вот этим карандашиком от Miss The Is. И вот после того, как я вот так сделала контурочек на своих губах, я беру мастихин, шпателечек, ну или просто это может быть кончик вашей помады. Для более гигиеничного использования данной помады я набираю на шпателечек себе вот эту помаду и переношу ее к себе изначально на руку. Хочется немножко все равно эту текстуру подразогреть, чтобы она более, так знаете, как кошечка лапкая ложилась на мои губки. Беру плоскую кисть и наношу эту помаду. Помада достаточно пигментированная, плотная и она стойкая. В общем, я люблю эту помаду всем своим сердцем. Ну и что я могу сказать? Нежданно-негаданно появилась новая рубрика дневных макияжей от Натали. Если вам понравился мой дневный макияж, то напишите обязательно в этом в комментариях. А если вы хотите, чтобы я продолжила показывать вам свои яркие дневные макияжи, то мы оставим эту рубрику на постоянной основе. И периодически я буду краситься и собираться вместе с вами. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте переходить в мои другие соцсети. Это Telegram, моя бьюти-секта и Нельзяграм. Там я публикую в основном классные фотографии и видео-туториалы. Спасибо вам большое за просмотр. Я вас всех очень крепко обнимаю. Пока-пока.